Команда «Металлург» мне досталась по наследству от моего деда. Я впервые попал в 80-м году. Слава богу, то, что есть преемственность. Все в наших руках, надо пропагандировать, развивать спорт. У нас была полуфинальная игра. Находиться здесь в Коврове на выезде вместе с «Металлургом» – это особенные ощущения. Тренер Андрей Васильевич решил выпустить молодой состав. Сыграли свою роль на пет. Никто не мандражировал, все выехали на спокойное, сыграли пас. А мы продолжаем нашу рубрику, ходим к мотополистам по домам. Мотопольные вещи стирали, без машинок стирали. Вы прониклись этим видом спорта сразу? Или какой-то был момент притирки? Самое главное у меня вот Европа – медали с мотопола. Ну, я считаю, что школа «Металлурга» – это лучшая школа России. Команда «Металлург» мне досталась по наследству от моего деда, который работал в заводе начальником цеха, Аркадий Васильевич Елисеев. Но ведь не каждого болельщика берут с собой прямо в поездку в автобусе священном. Мы с Валерием Георгиевичем уже дружим не первых десяток лет, поэтому у меня есть такая прерогатива, в отличие от остальных болельщиков, не сидеть на трибуне, не сидеть где-то на гаражах, а ездить еще и на выезда. Я впервые попал в 80-м году, пришел вместе с отцом, потом ходил с дедом уже фронтовиком. Стадион был абсолютно другим, было абсолютно другое покрытие. Я помню еще моменты, когда табло стояло в другом месте, и болельщики когда-то сидели на гаражах, сидели на заборах, сидели на этом табло. И фотографии кучи всех времен осталось. «Металлург» изнутри какой он? Как бы вы его оценили? «Металлург» изнутри. Я расскажу, как «Металлург» изнутри. Слава Богу, то, что есть преемственность, есть молодежь, которая воспитывается. И дай Бог, чтобы эта молодежь перенимала традиции, перенимала боевой опыт, чтобы она обрастала, слава Богу, победами. И последние игры, которые были, они тоже показали, что играть умеют. Желание огромное, воля в победе есть. Очень жалею, что когда-то, когда-то, имея таких друзей, как Чисовских, Крутилов, Данилины братья, Киселев, не произошло того чуда. Родители, наверное, пощадили. Травмоопасный спорт. Я, к несчастью, не попал в него, но находился всегда рядом. Со всеми находимый язык, со всеми в товарищеских, хороших отношениях, с некоторыми в дружеских отношениях. Мы живем в городе, который, мне кажется, самый близкий и самый удобно расположен в городе Москве. Очень много развлечений, помимо мотобола. Раньше мы было один у нас, одно развлечение. Это мотобол и здесь вот зелененькая кибитка, березовая роща стояла, Сергей помнит, где и фронтовики, и заводчане любили прийти после мотобола, выбить патч. Кружки пива в станицах Краснодарского края, Коврове, Ставрополье. Не очень много развлечений. И поэтому трибуны переполнены. Важно, когда тебя поддерживают трибуны, когда трибуны тебя вселяют энергию, которой они переполнены. Жаль, что у нас недостаточным образом люди осведомлены о проводимых матчах на территории Ленинского городского округа. Поэтому все в наших руках, надо пропагандировать, развивать спорт. У нас была полуфинальная игра. Основной состав в первом периоде хорошо показался, забил мячи. Пять мяче, если не ошибаюсь, по-моему. Тренер Андрей Васильевич решил выпустить молодой состав. На следующий день у нас был финал у стартового состава. Сохраняли силы, чтобы у них были ноги свежие, легкие, резкие. Мысль правильная, поэтому жалели. Они справились со своей задачей. Мало того, они еще прогрессировали. С каждой игрой прибавляли. Это радует. Хорошие ребята у нас. Достойная смена будет. Мяч, мяч, мяч. Сыграли свою роль на пять. Три периода отыграли. Правда пропустили. Один. Никто не мандражировал. Все выехали туда спокойно. Сыграли в пас. Забили шесть мячей за три периода. Но я считаю, неплохо для молодого состава. И то мы играем редко, поэтому я считаю, что это нормально. Находиться здесь в Коврове на выезде вместе с Металлургом – это особенные ощущения. Семь дней беспрерывных игр. Вы знаете, запах фотора, запах резины. Мы просто все впитали это. А главное, чтобы мы впитали мотобольное настроение. Финал, Металлург в котором, в принципе, ожидаемо. И, по всей видимости, мы встретимся в этом финале с Ипатова. Мы продолжаем нашу рубрику. Ходим к мотоболистам по домам, знакомимся. Вот сразу видно, что здесь живут спортсмены. Давайте узнаем, в какой же семье мы пришли сегодня. Здравствуйте! Добрый день! Проходите! Узнаете? Заходите, пожалуйста, к нам в гости. Давайте знакомиться. Давайте. Семья Гусаревых. Юрий Викторович, Тимофей и Светлана. Светлана, как у вас уютно и красиво. Проходите. Мы очень рады всегда гостям. И, кстати, это жилье, это клуба Металлург нашего. Да вы что? Да, живем уже 10 лет. Юрий Викторович, ну вы начали эту спортивную династию, играли в мотобол. Когда это было, началось, в каком году? И я знаю, что Металлург далеко не первая команда, в которой вы играли в мотобол. В 80-м году пришел в Краснодарском крае, город Тихорец, такой маленький. Два года в Металлурге. Потом так получилось, что пригласили меня назад домой, в Тихорецк. Дали квартиру, встретил супругу. Заманили квартиры. Ну, я остался только за супруги, наверное. Встретил Светлану. И в 90-м году появился Антон, который также в будущем начал заниматься в Андрея Васильевича Гусева. И потом уехал в Москву к Андрею Васильевичу Павлову. И Андрей Васильевич Павлов довел его до сборной команды России. Светлана, вообще, вот как было вот эти годы воспитывать детей, когда какие-то отъезды? Мотобольные вещи стирали, без машинок стирали. Да-да-да. И детские, и все прошли. Вы прониклись этим видом спорта сразу? Или какой-то был момент притирки? Знакомилась Юра именно с мотоболистами, с игрой с этой. И, конечно, очень нравится. Очень нравится то, что ребята, они с характером. Это такой вот вид спорта. Ну, мужской. Мужской вид спорта, да. У нас Тихорецкий стадион был всегда полон. Это был праздник для жителей. И мы всегда с детьми у нас одевались, наряжались, красили губы, одевали детей, да. И все шли на стадион с прекрасным настроением. Рецепт счастливой жизни жены-мотоболиста. Ой, рецепт такой же, как и у других жен. Это терпение. Ну, а у мотоболистов, как и у всех спортсменов, жены должны терпеть, помогать, вместе болеть. Поддерживать. Конечно, поддерживать. Все, кто в разъездах, они должны знать, что близкие поддерживают всегда рядом. Проходите. О, Тимофей, у тебя даже коврик. Газ-газ. Да, заказали. Полностью выдержана тематика. Ну, рассказывай, показывай, что за награды, чем есть гордиться. Ну, награды больше, конечно, по мотокроссам. Какие мотобольные у тебя здесь самые? Это, по-моему, кубок, да? Да. А в России, получается, 22-го года. Да, да. Последняя, я ее узнала. Самое главное у меня вот Европа, медали с мотобола. Золотая медаль первая, первая моя Европа и уже серебряная в 19-м году. Это ты? Да, 14 лет. Я бы никогда не признала. 14 лет. Всего лишь 4 года назад. Да. Посмотрите на это лицо. Изменился. Изменился. Так, а мальчики, да, эти вот, эту штуку. Мальчики, да. Тимоха, ты лучше. Тимоха, ты лучше. Да, это у меня болезнь сейчас подавили. А, Тимофе, девушки бегают просто табунами за табунами. Ну, да, бегают. Но сейчас уже. Все? Все уже появилась девушка. Ну, как там говорят, не трамвай объедет, девушка не помеха. Ну, нет. Нет. Личная жизнь не мешает заниматься спортом, учебой? Нет. Вообще не мешает, наоборот, только помогает. Как бы тоже как-то на тренировку не хочу вставать. Она там скажет пару ласковых и пойду на тренировку. Ну, стимулирует. Ну, стимулирует, да. Тимофе, я вам говорю, я мотокроссмен, я не мотоболист. Я мотокроссмен. Ну, что, не хотел? Ну, не знаю, мне больше мотокросс был по душе. Иногда тянет туда мотокросс, но мотокол там все равно. Коллективная игра. Да, коллективная. Не хотел, но потом попробовал пару тренировок. Все-таки по-моему заставил, да. И поехал, все-таки понравилось. Потом уже потренировался. Но сейчас имеется любовь к этому виду спорт? Да, конечно. Большая любовь. И на трибунах кричат. Это только в сердце просто даже разрывается. Сейчас в колледже учусь. Пока не высшая, да. Пока в колледже. Не высшая. После девятого ушел. Сейчас на тренера учусь в колледже. Юрий Георгиевич, как сейчас? Валерий Георгиевич меня забрал. Снова в «Металлург» поверил в меня и как бы предложил тренировать детскую команду. Я считаю, что школа «Металлурга» – это лучшая школа России и Европы. Сейчас кто может считаться лучшим игроком в России? Ну, понятно, что с Часовских сравнивать это невозможно. Но, однако же, в любое время есть кто-то, кто делает свою работу лучше остальных. Владимир Соснецкий тоже игрок. Изначально ты кумир твой был. Кумир, Владимир Соснецкий, да. Потому что это игрок высшего уровня мотоболия. Иван Кричтопов, Гусев. Он, по-моему, был бомбардиром, да, в прошлом году? Да. Гусев Антон, Крошка Сергеев. Каждый по-своему, они изюминка. Ну, спасибо, конечно, Нефанте, Валерию Георгиевичу. Он всегда поддерживает, конечно. Он знает, что нужно, как нужно, куда. Жильем какое-нибудь, какое-то общежитие. Мы его там привели в порядок. Это уже ты не живешь на квартире. А без этого выигрывать не будем. Если мы не будем дружить и друг друга не поддерживать, то я думаю, что... Ну, все от головы, как говорят. Все от головы. Тебе это нравится? Да, конечно. У нас все по семье. Как вторая семья. Да не вторая, у тебя это все объединено. Это семья. Семья, конечно. Вам сильно повезло, что вы сейчас играете в одной команде, тренируетесь в одной команде с лучшими людьми в нашем виде спорта. Спасибо за результат. Это бесконечная благодарность, потому что понятно, что ваша слава, но и слава видна. Если будет такая преемственность, конечно, у металлургой будет перспектива также бороться за первое место. Сосницкий может там до 47-48 кататься. Наверное, у меня может хотя бы. Там есть мотоцикл, приходите. Игра финальная была достойная финала. Очень грубо сбили гусь, вот, по-моему, за 2 минуты или за 3. Ваня дал пас очередной мне. Я забил с паса и просто потом удержали еще. Они уже кубок держали, наверное, в руках. Я с него скажу, пойдет туда. Я не буду поймать. Ты опять старый будет? Целую брал. Целую, ты голый? Нет, я устал. Если были уверены, мы уже, наверное, столы накрыли в ресторане, праздновали, шампанское уже было. Конечно, да по этот финал у нас ни шампанское не покупали, ничего. Кто чемпионы? Мы чемпионы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok